ЗАБИНФО.РУ. Первый информационный сайт Забайкальского края. С 18 по 24 ноября прошли международные рабочие встречи, в числе которых Международный форум приграничного сотрудничества с участием представителей Китая, Монголии и Забайкалья. И 19 заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Россия активно разворачивается на восток, на восточное направление. Сегодня именно на восточном направлении у России пролегают основные торговые, инфраструктурные, логистические пути. Забайкальский край может стать одним из крупнейших центров и точкой роста как торгово-экономического, так и инфраструктурного развития. Форум приграничного сотрудничества состоял из нескольких дискуссионных площадок, на которых обсудили вопросы международного туризма, бизнеса, образования и было выдвинуто немало ключевых идей сотрудничества. Форум был организован властями края и Министерством развития экономики России с целью обсуждения инвестиционного, социального, экономического и гуманитарного взаимодействия трех стран. В числе прочих участников на форуме присутствовал вице-губернатор Иркутской области Владимир Дорофеев. Он заявил о сильной заинтересованности Иркутской области в сотрудничестве с Забайкальским краем, Монголией и Китаем, особенно выделяя Монголию как партнера. Интересную и прогрессивную идею озвучил мэр Манчжурии на заседании круглого стола. Он предложил обратиться в вышестоящие органы с целью либерализации высокоскоростного сообщения между Китаем и Россией, чтобы Манчжурия стала железнодорожным узлом и его пропускная способность повысилась. По вопросу туризма и отдыха выступила заместитель министра соцзащиты населения Забайкальского края Зинаида Паяркова. Она отметила, что в социально-реабилитационных центрах и санаториях Забайкальского края могут отдохнуть и пройти санаторное лечение иностранные туристы с детьми. Очень емким оказался доклад заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Сергея Чабана, который определил 2016 год как время внедрения дружественной программы для Китая в Забайкальском крае. По его словам, в первую очередь необходимо создать комфортное прохождение таможенного контроля, высокий уровень сервиса и обеспечение безопасности туристов. В этом году мы просто решили поменять формат, сделать его более расширенным, сделать его более открытым и выйти за пределы Забайкальского края. А пригласите наших соседей, глубоко уважаемые иркутяне приехали, чтобы здесь принимало участие такой уважаемый орган, как общественная, как торгово-промышленная палата, чтобы общественность принимала участие и, конечно же, экспертное сообщество. Поэтому, конечно, мы и на следующий год тоже рассматриваем подобные формы. 23 ноября министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, министр иностранных дел Монголии Лунденгин Пурев Сурен и губернатор Забайкальского края Константин Ильковский посетили российско-монгольскую выставку «Дань миру», посвященную 70-летию окончания Второй мировой войны. 24 ноября в Чите состоялось 19-е заседание Российско-монгольской межправительственной комиссии, по итогам которого глава Минприроды России Сергей Донской и министр иностранных дел Монголии Лунденгин Пурев Сурен подписали итоговый протокол по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Таким образом, неделя международных встреч была насыщена плодотворными международными переговорами и завершилась подписанием перспективного соглашения о сотрудничестве. Яна Жилина, Илья Татаура, специально для Забонфору. Продолжение следует...